Друзья, сходя из той темы, которая заявлена, информационное сопровождение, я постараюсь делать акцент на важность информационного сопровождения профсоюзной компании. Это важно для всех, но особенно важно для бюджетных профсоюзов. Почему? Потому что, по большому счету, кто нам противостоит в качестве противника? Нам противостоит не частный собственник, классическое понятие, не капиталист, который зарабатывает деньги и, соответственно, эти деньги он может поделить, принять больше какой-то себе, а какую-то часть направит на зарплату и на другие расходы. То есть, нам противостоит фактически государство в виде такой, причем, иерархии, такой распределенной. Это, во-первых, я отберу здравоохранение, ближнее всего, это государственное медицинское учреждение. Это главный врач и его администрация. Если мы, скажем, в результате итальянской забастовки нанесем там какой-то экономический ущерб, то, например, даже вот элементарно, государственная инспекция, например, накладывает штраф на медицинское учреждение. Кто пострадает? Участливый. Уменьшится просто фонд заработка. Да, ну или там, будет меньше лекарств. То есть, далеко не всегда надзорные органы накладывают штраф на физическое лицо на руководителя. А если накладывают, то, например, накладывают штраф на юридическое лицо. Это, конечно, серьезная проблема. Но это не значит, что не надо добиваться таких административных дел. Это важно для того, чтобы в любом случае показать, что мы правы, а противник не прав. Нам противостоят региональные власти, потому что система здравоохранения, вот она на округе региональных властей, то есть в данном регионе непосредственно ответственность за объемы наказания медицинской помощи, за доступность, за качество, согласно законодательству, несет региональные власти. Прежде всего, региональное правительство, губернатор, президент, глава края и области. И одновременно это, конечно, федеральный центр, который установит все эти замечательные порядки и, в принципе, создал ситуацию, когда финансирование здравоохранения не дофинансируется. Денег нет, в результате мы, значит, не хватает, в результате как бы это сказывается на заданиях, в условиях города. Есть еще фонд обязательного медицинского страхования, который участвует своими деньгами в составлении территориальных программ МОЭС. И, соответственно, вот этот тариф, который устанавливается на услуги медицинской организации, он формируется на уровне региона, территориальной комиссии, раз в год, где участвуют, с одной стороны, чиновники региональной власти, с другой стороны, фонд, с третьей, там, карманные профсоюзы, что-то там тоже изображают, а ведь есть еще депутаты, которые утверждают бюджет, да, то есть, вот получается, что такая у нас, нам кто противостоит, вот какая-то такая иерархия в виде коллективной безответственности за состояние, когда мы начинаем обращаться, значит, жалобами и требования, нам говорят, это не мы, это они, там говорят, это не мы, это вот они, да, и в результате все перебрасываются друг на друга, крайних найти невозможно, значит. Итальянские забастовки, это, который, это вот метод, который мы сейчас активно применяем как в качестве основного, это способ порвать этот круг коллективной безответственности и заставить противника назначить стрелочника или сделать такие действия, чтобы его не назначили стрелочниками, да, то есть, например, региональная власть, я должен сказать, это не мы там мало денег выделяем, это вот главврач там, что-то там химичит, значит, давайте проверочку сделаем и так далее. То есть, ну, а естественно, в любом случае, наш, вот в любой компании, в любой компании, особенно информационной, нужно понимать, кто адресат наших посылок, нашей критики, наших сигналов и так далее. В данном случае мы все равно имеем в виду, что у нас есть адресат в виде федерального центра, который может сделать вывод по поводу того, а что здесь происходит в этой области, что здесь там делает губернатор, почему здесь у него какие-то протесты, какой-то хайф, какая-то шумиха идет, ведь сфера здравоохранения это такая стратегическая для политической стабильности сфера и тут прямая ответственность государства. Нельзя сказать, что там плохие предприниматели, что это плохое устроили. Это как бы непосредственно, если государство, так это общество воспринимается, это же общественная функция. Соответственно, да, и вот почему информационная, потому что мы не можем, значит, скажем, нашей запасовкой стремиться нанести ущерб пациенту, потому что общество встанет против нас. Мы не можем нанести экономический ущерб учреждению, потому что пострадает учреждение и сами работники, трудовой коллектив в большей степени, чем конкретные новые лица, так и губернатора, депутата или так главного врача. Соответственно, мы выплескиваем это все в СМИ, в социальные сети, в интернет, перерывая к общеческому мнению, мы на самом деле действуем политически. То есть мы создаем ситуацию, в которой кому-то прилетит, кто-то может получить отставку, кому-то там поставят на вид и сделают дальнейшие результаты. В результате там может пострадать электоральная ситуация, на выборах уже там сработать представители власти, соответственно, вот все эти проблемы. Поэтому информационное сопровождение это очень важно. Я вот, скажем, вспоминаю пример первой нашей итальянской забастовки на службе скорой помощи. Это было полтора года назад, в феврале-март 2018 года. Там, в Воронеже, значит, бригады скорой помощи получили за инварь зарплаты, а инварь считается хорошим месяцем для того, чтобы там были хорошие зарплаты на выборах, они получили какие-то смешные, они получили не те зарплаты, на которые они разозлились, сказали «Все, мы в отместку перестаем выезжать в бригадах, сформированных с нарушением приказа 388 здрава РФ, а именно в те бригадах, где нет второго медицинского работника». Вместо двух общепрофитных мероприятий там объехали, потому что не хватало карты. За это им доплачивали, кстати, не так плохо, как можно было бы ожидать, то есть в некоторых регионах вообще нет доплаты, в некоторых там они доплачивали 50%, а они доплачивали 80% заработной платы. как ладно. И вот они вот, как оказалось, они в течение где-то там трех недель этим занимались, там порядка 60 человек не выезжали. Они мне, они какое-то там обращение с них пили не очень грамотное, и меня они тоже об этом информировали. Ну, там нас не было на тот момент первичной организации, как думают, ну, у нас все там сидел за ситуацией. И вот так двенадцать три недели, и в начале марта, это КЦ Марта, ну да, КЦ Марта, они, значит, по ним звонят и говорят, у нас все, у нас началось как-то давление, у нас парня, который сегодня отказался выезжать, его потребовали объяснительной речи и вызвали на ковер заместителя главного врача, вот он сейчас туда едет. Ну, стало ясно, что, что они будут сейчас делать, они будут просто тупо выносить дисциплинарки, а две-три дисциплинарки будут дальше, вот как бы, можно спорить законно-незаконно посылать там человека в неупроектовной бригаде, но если тебе просто выносят фару, потом тебя увольняют, одного уволят второго, да, за нескольких нарушений, остальные посыпятся, а ты потом в суде доказываешь, что тебя выделили законно. И не факт, что судья как бы тоже, там, представит себя в качестве пациента, да, которому там не приехала скорая помощь и, соответственно, там не решит, что надо жестко обнести себя в ситуацию. Никого на работе не останавливать. Ну, что мы сразу сделали? Ну, во-первых, мы продиктовали, что он должен написать, что надо написать больше не объяснительную, а, во-первых, что он должен потребовать, чтобы объяснительную затребовали в письменном виде. Далее мы изложили требования о том, что он не предоставлял, как в докладную сделали, о том, что он не давал письменных объяснений письменного согласия на работу с расширением зоны обслуживания, согласно статье 60.2, кроме того, нарушает приказ 388 ПН о порядке оказания медицинской помощи для служб скорой помощи. Соответственно, вот эта бумага была, но это было большое, что это ничего не… это все можно как бы отправлять, это все важные юридические моменты, но нужно подкреплять информационно. И мы на своем сайте, в соцсетях, мы делаем сообщение, что в Воронеже уже месяц идет итальянская забастовка сотрудников поездных лиганов. То есть до этого никакой, на самом деле… То есть одно дело, ты что-то там делаешь на работе, но это не акция, это не коллективные действия, это не воспринимается как какое-то событие, соответственно, информационный эффект нулевой, и это мало кого колышет. Значит, когда мы написали, что это итальянская забастовка, значит, буквально через три дня, значит, администрация запросила переговоры, я тоже прилетал, встречался с данным врачом, и они пошли на уступки. Во-первых, они признали, что право выезжать или не… что выезд в нефакультурную бригаду – это право работника его обязанностей. Во-вторых, они согласились поднять там до 100% доплату за нефакультурную бригаду, плюс там ввели дополнительные ставки и там пригласили новых сотрудников, выпускников вузов, ну то есть отчасти сняла вот эту нагрузку. То есть я хочу сказать, вот месяц люди как бы поставали де-факт, да, в принципе, работали по инструкции, но без информационного сопровождения не приводили ни к каким результатам. Как только оно появилось, как только было сделано правильное позиционирование СМИ, значит, эффект появился. В девятнадцатом году мы участвовали, наш профсоюз организовал и координировал сейчас уже, по-моему, шесть итальянских забастовок скорой помощи. В Можайске, где люди отказывались выезжать, обслуживали вызовы за 105 км в соседнем городе, что огорело их, собственно, зону обслуживания, ну, неэффективно и дополнительную нагрузку на них накладывало. Это забастовка, значит, объявлялись забастовки также в Пензенской области, это не просто один город, это вся область, потому что там единая служба скорой помощи. Это, значит, Тольятти, Самарская область, это Гагарин, Смоленская область, это Орел и это сейчас текущая забастовка в Петрозаводске, Республике Карелия. Значит, причем до, собственно говоря, забастовок дело доходило, дошло только в Пензе и отчасти в очень сокращенном объеме в Орле и в Петрозаводске, в Гагарине и в Тольятти там власти пошли сразу на переговоры, на уступки или обещали уступки, ну, там, в Гагарине, например, ну, вот, например, в Тольятти мы добились ряда важных требований не начиная с забастовки, но и в Гагарине. То есть, сама, конечно, когда мы говорим «Тольятская забастовка» или «Компания итальянской забастовки», это не значит, что люди вот непосредственно, она ограничивается, собственно говоря, периодом тех дней, когда идет вот эта акция. «Компания итальянской забастовки», на самом деле, предполагает гораздо более широкий период времени и гораздо больше иной набор, дополнительный набор действий. Значит, во-первых, когда мы говорим про «Компанию», надо всегда понимать, что это не единовременная акция, это цель акций, и более-то вот это действие разного плана, как и в юридическом поле, так и в информационном, так и в производственном, так и в виде, скажем, публичных предприятий, возможно, каких-то судебных действий. Например, мы, когда первая наша акция в нашем профсоюзе «Итальянской забастовки» в 2013 году, в апреле 2013 года, «Детские врачи и ЖЭСКО», там, в том числе, это включало, все вот эти позиции присутствовали, даже трехдневная голодовка была включена в нее. Но работатели там власти еще и решили нас как бы запретить законодательную итальянскую забастовку. То есть работу по правилам, по инструкции запретить законодательную через суд. Не с отеля судебно, через суд. То есть они подали в суд на оспаривание самого итальянской забастовки. Как бы, на что-то, они говорили, вот, вот, они неправильно типа ее объявили. Я там тоже в суд пришел, вот, а мы ее объявили на митинге. То есть мы проводили пресс-конференцию в виде митинга. Я говорю, слушайте, это, собственно говоря, я официальный организатор митинга, я и не объявлял это. На самом деле, как бы там, это была резолюция митинга. Почему вы считаете это официальный орган? Вообще, говорю, по официальной процедуре забастовка нет, потому что вообще не забастовка. Это работа по правилам. Чтобы, собственно, не принять. Да. Ну, в общем, что я, там, мы не смотрели такого решения, что типа, ну да, тут не было коллективного спора, официального, да, сами знаете, на определенную процедуру увеличить, а раз не было коллективного спора, значит, нет забастовки. Ну, и, как бы, типа, отвалите от них, и все. Так вот, значит, когда мы планируем компанию, мы должны, на самом деле, то есть так грамотно подходить. Я, кстати, не исключаю, что можно и спонтанно что-то все очень здорово, что все будет. Но вот это эмпирическое оба все равно надо как-то притворять уже научную концепцию, да. Значит, надо понимать, что любая компания – это некий процесс, в котором есть определенные этапы, и мы можем прогнозировать, как, во-первых, наши шаги, какие мы можем сделать, ходить к атаке, шаги противника, да. Мы тоже можем прогнозировать, как они будут действовать, в какой момент они там выступят, как они заят. И вот, кто говорил за то, что нет негативной информации, да, мы считаем, что, как бы, ответные действия в информационном поле противника – это повод для наших ответных информационных действий. То есть, если все тихо, если противник затаился и молчит, это для вас очень плохо. Потому что нет драматизма, нет драматургии, нет того, что, как бы, будет привлекать внимание общественности. То есть, если на вас, как бы, там свешивают всех собак, надо радоваться этому и делать опровержение. И я также, кстати, вот, вовсе не переживаю, когда, например, в местных СМИ вокруг нашей компании стоит какой-то, значит, вахта, да, или, наоборот, только транслируют точку зрения противника. Значит, работать сразу надо на федеральные СМИ. Вот, в сегодняшних условиях, да, интернета, вообще никаких проблем высоких нет. Внимание, там, к сфере здравоохранения, там, не знаю, образование со стороны журналистов. Я вот вообще считаю, что нет никаких проблем. Я не говорю лишь про центральные телеканалы, да, политические, но, в принципе, даже центральные телеканалы довольно охотно берут наши сюжеты. То есть, они даже не берут другие СМИ, это подхватывают. И все равно это раскручивается на... Как только вы там выйдете с лозунгом того Путина правительства? Ну, мы с вами обсуждаем... Давайте больше ни слова не Путина. Слушай, Олег, мы сейчас обсуждаем... Олег, мы сейчас обсуждаем... Олег, врачей на федеральных анализмах. Значит, ну, олятся врачей миллионные просмотры на... О, есть, да. Слушай, еще раз, мы сейчас обсуждаем не политическую, а профсоюзную. Поэтому... Олег, врачей... Ну, тем не менее. Значит... Так вот, я четверг, что вокруг нашей системы, да, по большому счету, какого-то заговора молчания-то нет. Там, да, местные СМИ могут отрабатывать. Единственная опасность местных СМИ, это деморализация самих участников акции. Что, ой, тут нас, тут это самое... Да, да. То есть, ну, что у нас... Мы тут это, нас исказили, там, ну, каких-то злодеев, там, или дураков, дураками... Вот это, как бы, вот... Тут, ребят, тут надо просто работать со своим коллективом. Сразу сказать, ребят, нас тут будут поливать грязь, но мы... Нам это нормально. Вообще не пальтесь. Вообще, это нормально все. Тут, как бы, проблем с этим нет никаких абсолютно. Поэтому работать мы будем на федеральные СМИ, на федеральные источники для нас. И вот только у нас таких преград нет. Вот это первый момент. Значит, да, ну, и, соответственно, вот, как мы обычно... Ну, вот, примерно тот план итальянских забастовок, мы можем представить, потому что это другая компания, другая форма. Вот если в нашем случае, как он у нас... Как мы его выстраиваем? Во-первых, ну, любая компания должна все-таки быть сформулирована. Она должна быть оформлена в виде текста, да, в виде концепции. Значит, обычно мы это совмещаем с подготовкой обращения такого письма-ультиматума. Это письмо... Этот ультиматум может предназначаться, там в шапке стоять, там, одновременно и главному врачу, и прокуратуре, и... с нюансами какими-то, да, такое же письмо в прокуратуре. К губернатору, там, министру Скворцову и Владимиру Владимировичу Путину. Ради богу. Тут некоторые говорят, вот зачем писать Путину? Типа... То есть некоторые там... Опять это вера в доброго царя и плохих бояр. Слушайте, письмо Путину – это жанр, да? Это, как я говорю, не то, что мы там рассчитываем, что лично Владимир Владимирович посмотрит и отреагирует. Это жанр, это петиция. Вообще, в Британии, когда зарождалось в Москве движение, оно во многом было движение чертистов, то есть те, кто податели хартии. Люди шли, подавали хартию. Ну, так же революция 1905 года началась. Но у нас вообще там такая традициональная традиция. Да, и когда был гагон, там, народ шел к царю, значит, ребята, мы хотим, вот мы к царю донести наши проблемы. Они пошли, а царь в это время свалил, а его с отравлений всех расстреляли. Как началась революция в 1905 году, так появилась парламентская вообще-то традиция в России, потому что груздумы закатались. То есть, я говорю, не к тому, что надо там, нас расстреляли, а к тому, что это вот невера там доброго царя, а плохие поэты, это жанр. Мы обращаемся к Гарану, Конституции, и что там происходит? Это, кстати, чиновников тоже начинает нервировать очень сильно, что Путина написали. Значит, соответственно... Что, по времени? Я только начинал. Я говорю, кофе приедешь? Ну, давайте уже нет, до конца уже. Ну, рожди остыли, да, ну-ка, слушай. Я слушаю. Слушаю, да? Слушаю. Десять минут еще. Хорошо. А, да. Так вот, значит, письмо-ультиматум. Как оно должно строиться? Я иногда считаю, что иногда нужно прямо разжевать, да? Значит, сначала, первое, она состоит из трех основных блоков. Первое – это описание проблемы. То, чем мы недовольны, что плохо, что неправильно, что бьют по адресе здравоохранения, по пациентам, и по правопроводству. Первый блок – мы должны выводить все, что на нас экипируем в душе. Это первый блок. Что плохо, что неправильно, чем мы недовольны. Второй блок – это требования. Конкретно, да? Формируем, там, пять, десять, двенадцать требований. Сколько надо? Там, может, там, до кучи все. От того, что на молоко не дают, и спецодежду. Ну, и основные требования, да? То есть, в качестве для скорой помощи, мы четко, как вы определили себя, средний медицинский персонал должен получать 100% от встречи от региону на одну ставку. А все остальное, там, поднять ночные, там, вернуться за живые, еще что-то там, это, как бы, вот, можно обсуждать, там, можно идти на компромисс, но в итоге должно получиться 100% на одну ставку. То есть, второй блок – это требования. Третий блок – это, вы, конечно, если там у вас слабая организация, вы не готовы воевать, просто какие-нибудь пожаловаться, тогда его не надо. Но, в принципе, если вы ведете протестную кампанию, профсоюзную, то, конечно, он нужен. Что будет, если вы не выполните наши требования? Мы объявляем итальянскую запаску. Мы пишем регламент. Водители с такого-то числа не будут выезжать на автомобилях неисправных. Значит, с такого-то числа, значит, столько-то работников уйдет на одну ставку и не будет выезжать в неукомплектованную бригаду. Или там педиатры будут уходить в 16-48, не задерживаясь на рабочем месте. Да? И принимать ровно не менее 12 минут каждого, там, ребенка. А не 3-5 минут, как-то. У нас вознуждают обстоятельства. Вот мы, как бы, объясняем, что будет, да? Или там, если мы не готовы, там, какую-то форму итальянской загустовки, можете писать, или мы готовы уличным акциям протеста, обращения с местом массовой информации и так далее. Значит, вот это мы делаем. Ну и четвертое, как бы, это даже не столько плохо, но это все-таки надо какой-то дать коридорчик, да? То есть, ну, не загонять крысу в угол. То есть, ну, если вы в течение этих двух недель создадите рабочую группу и сядьте за наш стол, вы будете себя там хорошо вести, да? То есть, мы предлагаем создать, немедленно создать рабочую группу. Составим Израиля, там, еще при ком-то, значит, да, вот с участием там работодателя, и нашего правком, хотите там, еще кого-то зайти. Ну, лучше, чтобы наш правком и наши инициативы, наверное, из-за Киевна, Иванова Петрова Севера, чтобы они были в этой рабочей группе. Вот, как бы, вот этот документ, он основополагающий, на его основе вы можете и при средизе делать, или можете вы просто выложить его, и грейсер будет оттуда брать, как бы, вашими словами переписать. Подписывать стоило? А? Два варианта. Оптимальный вариант, я считаю, собрать подписи коллектива, а там и доверить. А кому ответа? Ответ председателю правкома. Какой-то адрес Иванову Петрову Севера. Часто, я не могу ответить. Да. Можно я ещё с этим дополню по обыду? Просто, по обыду вообще, мы не понимаем, что, может быть, не все в курсе, да, вы озвучили, что, допустим, там, по скорой, мы приглашали МКР, да, и, в дециденте, с дисциплинарками, мы будем начать по увольнению, да, то есть, в случае, если объявляется итальянская запасковка, да, начинаются выговоры и выговоры до свидания человеку уликой. Ну, собственно, можно сказать, что на собрании либо на конференции работников создается комиссия по трудовым спорам, на которые очень даже неплохо получается отменять эти дисциплинарки, от чего руководство там подтряхивает, ну, как минимум, выходить хотя бы на ничью, да, и потом уже опротестовывать. Ну, это в ситуации ваших сильных профсоюзов, которые там... Нет, это, я считаю, что такая комиссия должна быть... Я понимаю, ну... Нет, а? Ну, да, это, как бы, важный момент, но это не так. Это просто дает дополнительные... Я считаю, ну, просто комиссия по трудовым спорам, она же состоит не только из членов профсоюза, да, она может состоять. Пожалуйста, но со стороны работников как-то избирают конфиденции. Слушай, ладно, давайте открыть отдельный вопрос. Значит... Сколько лет? Вот, то есть... Вот, прежде всего, это, конечно, текст. Вот без текста ничего, да, то есть надо этот текст делать. И он будет использоваться вами там, постоянно в ходе всей акции. Второе. Вы объявили... Значит, вы назначили дату. Да, может быть, вы прямовали, да. Но, как бы, надо понимать, если даже вы приформали, значит, все равно вы в какой-то момент должны понимать, что вы можете предложить замену. Хорошо, мы не вышли там, мы не стали там отказываться выезжать на этих автомобилях, да, ну, не рискнули. Но зато мы, там, подали заявку, провели деньги, да, такие массы. Например. И вообще, как бы, я считаю, уличная акция, это довольно хорошая штука для того, чтобы подкреплять даже, как бы вы ведете итальянскую запасовку. Ну, вот она, допустим, запуксовала. Или, допустим, вы договорились о чем-то странододателе, а переговоры замерли в какой-то позиции. Значит, надо проводить уличную акцию. Иногда сама подача заявки на митинг или пикет, это уже, например, уже с формы давления. Во-вторых, это информационный повод для СМИ дополнительных интересов. Надо постоянно продуцировать информационный повод. Значит, вот, если мы возьмем бензинскую нашу запасовку, как она развивалась? Значит, ну, там и даже что-то там, ну, руки не выходили. Вообще, честно говоря, если честно, даже вот эту ультиматум отправили мне за... оповестили об этом за неделю, а ультиматум от начальника запасовки отправили чуть ли не в день ее начало. Что, конечно, неправильно, надо было раньше это сделать, но, тем не менее, так получилось. В общем, запасовка длилась с 27 по 29 мая. То есть, 27-го, значит, еще в пятницу, значит, работатели говорили, нам ничего не поступало, никаких обращений к нам не поступало, и теперь интерьерской запасовки не будет. У нас все под контролем. В понедельник мы нашли, работодатель говорил, у нас все хорошо, значит, там полная чушь, там никто ничего не постоит, работаем в штатном режиме. Во вторник уже появились статьи в Коммерсанте, там РПК, там еще ТНТВ поехало и так далее. В среду, а, и во вторник, губернатор Пенсийской области, как рассказывал, там было какое-то совещание, собрали всех минздравовских и со скорой помощи, он шевырнул им пачку газет и флешек, и сказал, я вам кидай, нет, я не прощу, со статьями, вы меня там, до чего вы людей довели меня, идите там и решайте эту проблему. В среду они сели в 12 часов за стол, в 11 часов за стол переговоров с нашим правкомом, который тогда представлял, по большому счету, лишь, там, 40 членов партии, то есть, 30 участников партии. И с этим правкомом они, значит, обсуждали, каким образом можно выйти из итальянских забастков. Я с ним был на прямой связи, и пока стало ясно, что противник готов там, что они прямо вот очень сильно хотят что-то подписать. Я, значит, сочинил протоколы решения в собрании, где, что, ну, однозначно, ввести оплату за одиночество в бригадах, там, 100% оплаты, там, отменить 5 дисциплинарок незаконно вынесенных активистов, там, еще что-то. И, значит, основная позиция, что мы создаем рабочую группу, цель, которая определяется таким образом, чтобы выйти, так, изменить систему влады труда в ходе работы этой рабочей группы, чтобы было 100% на среднем регионе. Значит, противник там, как бы, ну, ладно, ладно, ладно. Значит, и они, ну, пока мы сочиняли протокол, исполняющая обязанности министра свалила, уехала, остался только работодатель. Значит, они эту бумажку, значит, они такие, ну, ладно, все хорошо. Маша говорит, подписывайте. Так министра же нет. Ну, что министра потом подпишет? Что-то там главный врач поломался. Ну, ладно. А, звонит. А что? В Минздрав звонит. Вот они требуют подписать. Там им говорят, подписывайте. Так министра же нет подписи, и там, может быть, там вот не все в порядке, там, он может не согласен с чем-то. Ну, подписывайте. Потом министр, когда будет подписан, значит, он избирается. Они начали, подписали. Наши такие выходят оттуда. И тут Кузнецов такой, наш писатель такой, потому что, а мы же бумажку там забрали. И там у него будут две женщины, медсестры анестезисты. А они такие, а сейчас? Ну, пришли с Илье. А там у него лежат три подписанных избирателя. Они такие, хватит один из них. Значит, и вышли. Ну, он говорит, почему-то? Они такие фотографируют, мне высылают. Я его выкладываю. Я говорю, все, подписан протокол. Ну, подписи министра пока нет, но он будет подписывать, потому что он отъехал. Значит, вечером, через два часа, через час или два, там, пять часов, где я себе говорю, главный врач такой говорит, Кузнецов говорит, слушай, говорит, а, звонит ему, говорит, слушай, надо убрать из соцсетей этот протокол, потому что там какие-то, вот, у министра есть замечания. Не все там юридически правильно. Так. Он говорит, знаете, если наш сопредседатель профсоюза Андрей Коновалов выложил этот инстаграм, то сейчас это уже будет в РБК, коммерсанты, в РБК, в РБК, и главный врач, говорит, ясно. Да, так и было, это уже было там, где попало. Это к чему? Потому что, на самом деле, вот еще я хочу ответить, что вы должны вести, на самом деле, вы, ваш актив, должны вести личные блоги, личные страницы в соцсетях, там, в живом журнале, там, еще где-то, ну, где-то вы должны вести хоть в инстаграме. Да, почему? Потому что, во-первых, сейчас такой формат, да, то есть, есть официальный формат, есть личная информация, даже она, а тут она как бы полуофициальная, да, то есть, вот вы, там, представитель профсоюза, и вы ведете личные блоги, и людям как бы интересно следить, понимаете, это некий сценарий тоже, людям, вашим каким-то, журналистам, которые в какой-то момент на вас подписали, они, в принципе, следят за вашей работой, деятельностью, это, во-первых, повышает доверие. Одно дело, что какой-то хрен выделили, непонятно чего, и, что-то там начали бунтовать, что там, заблудили ему там, еще что-то. А если вы на протяжении многих лет, как бы, ведете эту работу, рассказываете о ней, делитесь, делитесь там, как бы, как бы, из вашего блога, там, понятно, что вы, там, не какой-то, там, жук, который, там, имеет, там, виллу за границей, ну, обычный, там, человек, да, то есть, как бы, это повышает доверие к вашей информации, и, как бы, это прекрасный источник. У нас, вот, та же самая Можайская запасовка, там, тоже ребята, они, неделю уже не ездили, вот этого Денцова, за 105 километров. А у меня не было, ну, они все время не говорили, у нас какая проблема, у меня, мы тогда занимались салаванским роддом, там, ажер, который, там, в концессию, взят, в частную, и, надо было срочно выводить, оттуда. Занимались, там, ажеркой, где, там, у нас 30 санитаров, начали бунтовать, против перевода, в уборщицы, еще что-то там, и, вот, времени не хватало, на этот, самый Можайская. Тем более, что, тоже, несколько человек, по-своему, сегодня было. И, вот, в Уфе, буквально, мне они звонят, и говорят, нам раздали бумаги, о том, с предупреждением, что, если мы, еще раз откажемся, от выезда в Денцово, нас прокурали путь, основываясь на статье, там, закона об охране здоровья, о неоказании помощи. Это уголовный, вообще-то, преступление, да? стало ясно, что, что надо срочно делать. И, вот, в аэропорту, там, уфы, я там, какую-то фоточку, с этой, с Можайской подстанции, написал, что, значит, тоже идет, итальянская забастовка, в Можайске. И, вот, нажав кнопку, инстаграма, значит, и он пошел кросспостингом, в фейсбуке, в контакт, автоматом, самолет взлетел, значит, и связь пропала. Через два часа, прилетаю в Москву, выхожу, сажусь в такси, и, наступает звонок из, МБХ медиа, журналист, говорит, у вас там какая-то итальянская забастовка, я вот сейчас пишу статью срочно. Так, сейчас пять минут, значит, созваниваюсь, слушайте, ребята, неприлично, у нас даже требований нет. Мы просто говорим, что у нас ведется итальянская забастовка, а требований срегулируем. Единственное наше требование, это то, что, собственно говоря, мы и делаем. не ездим в один зону. Я говорю, давай не срочно накидываем, там у нас чат был создан, в чате накидали, что там спецодежду не надавали, там еще что-то, там захватывали, еще что-то, штук десять мы набросали. и я их ему диктуем по телефону, выходит статья, там какой-то там тоже пошел, перепост его, и на следующий день руководство Московской областной станции поляпомощи выезжает на эту, пожаристую подстанцию, встречается с коллективом, говорит, ребята, да, мы, конечно, тут юридически не правы, мы вообще-то должны ездить, потому что у нас Московская областная, куда пошел, только куда, вы должны ездить. Но логистически это неправильно. А спецодежду, с этого момента вы, а спецодежду мы вот сейчас, через три недели вытыйдем, сейчас вот закупим, и она будет. То есть, я к чему скажу, что вот сам минимальный ресурс, да, информационный, даже на сайте, очень нашим, я замечаю, какой-то аристограмм там личный, он уже дает эффект, почему, ну это не потому, что вот сейчас завтра завели инстаграм, да, начали чуть писать, и сразу это начали, да, это как постепенно складывается, то есть надо методично писать, там, раз в неделю, лучше три раза в неделю, пусть даже это будет выкладывать какие-то чисто официальные информации, и так далее. Вот, значит, ну что еще сказать, что, я вот начал, нас, вот мы это подписали, и начались переговоры, то есть часть требований была сделана тут же, потом по второму этапу еще следующее, сейчас мы там вышли на коллективные переговоры, в ходе этой акции, одновременно наш продком начал проводить органайсинговую компанию, объезжать подстанции, создавать общие чаты, и мы сказали, что для того, чтобы там закрепить все наши завоевания и добиться новых, нам нужен был договор, коллективный договор в наших интересах, а его может только сделать наш профсоюз. Там уже 50% счастлива, там общая численность работников свыше двух тысяч. Вот на настоящий момент мы вышли на цифру тысяча пятьдесят три члена профсоюза, и инициировали коллективные переговоры. Сейчас вот они начинаются. На следующий день будет первое заседание. Очень, да, ну у нас был эпизод, когда вот по первому этапу пошла повышенная зарплата тем, кому вернули стажевые, тем, кому семь, там пять, а вот водителям, мне так вышло, что они потеряли, не потеряли, но у них осталась низкая зарплата по некоторым причинам. Хотя они должны были даже заплатить. и вот эти водители, они, значит, начала удивляться, что мы начинаем итальянскую запастуху снова, там, с какого-то числа. И вот, в принципе, там тоже пришлось, как бы, то есть некоторые все-таки пошли на отказ от работы, а некоторые пришли на работу для нас головач, чтобы показать, что мы управляем ситуацией. Там мы ехали тоже с Кузнецом, как раз машине тоже было в этот момент в Пензе, и раздается звонок, и там звонят водители и говорят, он говорит, что Андрей, что делать? А вот, говорит, водитель тоже спрашивает, что делать? Что происходит? А вот, говорит, главврач стоит перед нами, и говорит, ребят, я вам за каждую смену буду сейчас вот за эту дополнительную, вот, которую вы отказываетесь заплачивать 3 тысячи рублей, а они, нет, я все равно, давайте я вам встану перед вами на камеру. Вы только выйдете. Значит, что делать-то? Жалко же. Пусть стоят на камеру. Мы поставили два врача на камеру. Это шутка, конечно, но, тем не менее, вот там ситуация дошла до такого-то, несчастного врача, который там для этого снимет сквозь зубы, разговаривает, сейчас он там у нас чуть-то лучший друг, вот, и наш профсоюз, вот там где-то даже где-то пытается защитить, если тут 8 минут, это будет нехорошо. Вообще считаю, что требование о снятии главного врача, там, директора, там, чего-то, оно всегда очень критично, потому что, ну, никакой, никакие учредители, не чиновники, они, вот, для них это принципиально важно, что они меняют, да, руководителя, и лучше вот, если вы хотите, чтобы сняли это руководитель, лучше не выдвигайте по прямой требованию, пусть его они сами сняли, типа, не смогли определить ситуацию, и так далее. Я вообще считаю, что, так сказать, побитый руководитель, однажды, вот, в ходе протеста этой кампании, он лучше, чем тот, который придет в Москву. Да, да, то есть, он уже, как бы, знает, что, вот, как бы, лучше, да, лучше так говорить, то есть, даже если он какой-то, вот, пакостник, да, он все равно уже, как-то, более мисс, да, он уже, так, он уже, он уже научился, как-то, вот, с вами, там, как-то, вот, взаимодействовать, но, а, поэтому, вот, в этом смысле, ну, бывают разные ситуации, да, бывают такие, что, действительно, лучшие ощущения, но, чаще всего, лучше не доводить до такого, прямого лобового столкновения, столкновения, всегда, да, не надо крысу загонять в облак, тогда лучше скажем, да, я вот, меня уберут, но я вас себя уволю до этого, сейчас, ну, как бы, и в то же время, надо давать право, что нас тоже не надо загонять в облак, все, время закончено. Ну, вот, собственно говоря, это, конечно, лишь водная часть, вторая часть, еще и глобальная, а, да, но, здесь какие-то вопросы будут,